Немного возбуждающего параграфия, где Капсона умрёт. Мне кажется, это совершенно неправо. Она будет жить, и наш театр, параграфические миниатюры, которые у нас в его имя, будет это делать всегда. Теперь мы приглашаем на сцену репетитора театра Сергея Уминова. Валерий Кузьмин. Валерий Кузьмин. Валерий Кузьмин. Во-первых, никто его никогда не видел, кроме нас, актёров. Леонид Леонид Леонидович не решался его показать даже узкому кругу своих доброжелателей, то есть наших доброжелателей. Здесь не по оцензованным соображениям. Сейчас времена изменились, и первую часть Девятой симфонии вы увидите. Всё остальное безвозвратно, к сожалению, погибло. Ну и этот фрагмент в полном объёме даст представление о том, что же хотел показать Валерий Кузьмин. Это произведение. Задумано оно было как антивоенное, антифашистское произведение, поставленное в жанре острой политической сатиры. Скажем так, политического памфлета ни до Леонида Леонидовича Корсона, ни после в русском и советском балете никто, по-моему, не ставил в этом жанре. Поэтому с полной ответственностью можно сказать, что он является родоначальником этого жанра, называемого политическим памфлетом. В центре произведения вполне узнаваемая историческая фигура, это фюрер. Он находится в сумасшедшем доме, в камере для буйных больных. Человек обуреваемый манией преследования, манией ведичия. То он вдруг в детство впадает, то резко сменяется настроение, и он в буйство впадает. Его саратники, которые приходят его навестить, также вполне узнаваемые исторические фигуры. Я бы хотел сказать, что создавая свое произведение, Леонид Ильич опирался, конечно, на большой архивный материал, кино, фото, документы. Мы смотрели произведение, такое произведение, как обыкновенный фашист Михаила Рома. Он очень много взял криз. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ